В зоне АТО количество обстрелов уменьшилось, но до тишины далеко. Пока обходятся безградовые артиллерией, зато не умолкают крупнокалиберные пулеметы, гранатометы и минометы. Достается и военным, и мирным жителям. Сюжет Руслана Смещука из фронтовых Марьинки и Красногоровки. Передовые позиции в Марьинке. Здесь линия фронта проходит прямо по городским улицам. Миноветы работают, СПГ работают. Было, что в БМП приезжали в гости, так сказать, поприветствовать. Начну ребят где-то, ну сейчас я сказал, 12 до 2, а там уже распасть захотели. Нам показывают последствия недавнего обстрела позиции автоматической пушкой БМП. Все вокруг в сквозных отверстиях. Трехсантиметровые снаряды с легкостью пробивали дома на вылет. Вот она прошла снаряд сюда, ударилась, разбила шухлядку и тут еще круг разбила. Потом вот здесь крышу разворотил. А на калибры поменьше военные часто не обращают внимания. Как, например, сегодня ночью. Они потихоньку начали стрелять, вытягивали, вытягивали. Мы наблюдали, откуда стреляют. Все позиции виски не высекали. А это уже околицы соседней Красногоровки. Тут боевики частенько накрывают огнем городские улицы. На днях досталась местной больнице. Был прилет за стороны темчасово укупованной территории. На этой территории постраждал их не было. Неожиданно неподалеку раздается взрыв. Уходим за туда, туда уходим. Небезопасно теперь и на дороге между Красногоровкой и Марьинкой. На днях местный житель попал здесь под шальной обстрел боевиков. Машина выехала из Марьинки, ехала в Красногоровку, местный житель. Пуля калибра 7,62 зачепила стойку правую. Прошла по касательной, по стеклу и ушла где-то на сторону. Спасла скорость. Теперь этот участок лучше пересекать на максимальном ускорении. Холодный синаптически. Этот май стал для Донбасса весьма горячим. Руслан Смещук, Вадим Ревун и Евгений Малярчук. Подробности телеканал Интер.